Дорогая община Хафетсхайм, у нас проект Тора Ин Моушен. Мы продолжаем изучать недельные главы. На этой неделе в Израиле мы уже читали, точнее в эту субботу, которая была, мы читали недельные главы Ахареймот и Гдушим, две недельные главы вне Израиля. Только в эту субботу, которая предстоящая будет читаться, из-за того, что в Песах, так как за границей празднуют 8 дней Песаха, у нас немножко есть разница между за границей и землей Израиля, потому что за границей 8 день Песаха это был Песах, у нас уже 8 день, соответственно, был просто Шаббат и, соответственно, традиционно есть определенные сдвиги по недельным главам, небольшое отставание за границей. Но в любом случае мне хотелось бы затронуть эту недельную главу, несмотря на то, что... эти две недельные главы, несмотря на то, что мы уже в земле Израиля их прошли. И хотелось мне отметить один момент, связанный с недельной главой Ахареймот, в которой вначале рассказывается о том, что после смерти сыновей Аарона Всевышний обратился к нему и сказал, чтобы он не заходил во всякое время, то есть в любое время в мешкан, в храм переносной. То есть Всевышний дает определенные указания для Аарона, после того, как его дети, его сыновья Натафа и Абига умерли, из-за того, что они вошли не вовремя, не в тот момент в храм, в Кодыш Кадашим, то есть в Святая Святых, и от этого они умерли. То есть их душа, она, так скажем, вылетела и была в какой-то смысле как бы сожжена. Да, это начало нашей главы. Теперь мне хотелось бы посмотреть, после того, как там перечисляются очень много интересных нюансов, связанных с Ёмкипуром, есть определенный момент, который мне хотелось бы в этом году затронуть. Это недельная глава Ахарейму, это глава у нас, глава 17, и по ссылке у нас он идет первый и второй, то есть самое начало главы 17, книговая игра, звучит оно так, ВДБР, я буду говорить без имени Всевышнего, то есть Ашем, за меня, хотя можно по традиции сказать полностью, но все же я скажу это как бы без этого. ВДБР Ашем Эль Моше Лей Мор, то есть обратился Всевышний к Моше и повелел ему, будет такой более свободный перевод. ДБР אל Эרון, ולבנף, ולכל б�י ישראל, ואמרת עליהם, «זה הדבר אשר צבא השם לימור». Ищ ищj מבית ישראל, אשר ישחת שור, וכסף, או אס, במחנה, או אשר ישחת מחוץ למחנה, ואלפתח הולמות, לא הביאו, להקריב קרבן להשם, לפני משכן השם, И соответственно перевод этого, этих нескольких фраз, то есть Всевышний повелевает Моше, чтобы тот передал еврейскому народу, что в случае, если кто-то из евреев захочет принести курбан, принести жертву, и сделает это вне храма, вне территории храма, вне тех законов, которые уже даны нашему народу. И надо отметить, что Корах, как мы знаем, это уже в недельной главе Корах, конечно же, которого он поднял восстание против Моше Иорона, одним из причин его восстания было в том, что он сказал, что Всевышний не повелевал еврейскому народу служить, то есть приносить свои жертвы в храмы. Он не повелевал, то есть он спорил о том, насколько актуально, насколько резонно, что каждый еврей должен приносить в храм жертвы, и как бы обращал внимание на это евреев, что это как бы не совсем правильно, почему мы не можем приносить вне храма жертвоприношение. Здесь мы видим и открыто, Всевышний обращается к Моше, сказал, что только на территории храма можно приносить жертвы, не так, как тогда было принято, что в любом месте у человека какая-то радость или что-то произошло, он что-то осознал, он может взять из стада барана, допустим, или козу, зарезать, сделать жертвенник, и как бы принести это, как бы Всевышний посвятить Всевышний. Нет, у нас сейчас происходит уникальный момент, что с этого момента каждый еврей должен приносить все свои курбано, будь то, то есть жертвоприношения, будь то какие-то радостные события, членка произошли, или он ошибся, все это должно быть четко централизовано на территории храма, передается это все койну, то есть проблема была в том, что насколько койн он, почему койны должны получать от этого определенной части, почему койны должны в этом участвовать, то есть когда Корах поднимал этот вопрос, он очень резонно, он был демагогом, резонно поднимал вопрос, почему такая централизованная власть, почему человек, живя, допустим, на севере Израиля, или на юге Израиля, далеко от Иерусалима, он должен все как бы собрать в одно, и когда приходят как бы в Иерусалим, то есть в определенные периоды, да, Шалоша Галимка, в три праздника, когда все евреи поднимались в Иерусалим, тогда в основном они приносили все свои жертвоприношения, обещания, мирные жертвы такие, за ошибки и так далее, то есть был определенный процесс, когда евреи в определенное время приходили, понятно, были и другие ситуации, когда нужно было срочно ехать в храм, но тем не менее все происходит, что все меняется на централизованную систему, и это все должно было приноситься только в храме. Вопрос, и почему? Потому что в их время это было абсолютно актуально, люди поклонялись всяким измам, идолам, башкам, они им приносили всякие жертвы буквально там, скажем, уже на территории своего дома, двора, города и так далее. Теперь с одной стороны мы знаем, что Всевышний до этого в Египте первое, как говорится, такое повеление, принципиальное повеление, которое было, это нужно было взять барашка, еще когда мы находились в Египте, привязать его к ножке кровати и держать его несколько дней до того, как произошло, то есть Корбан-Песах, то есть то, что мы называем фасхальное жертвы отношений, когда все египтяне поклонялись этим животным, а евреи как бы должны были показать, что они только поклоняются Всевышнему, что только Всевышний управляет миром, и нужно было как бы зарезать их башков, то есть там мы видим абсолютно обратную ситуацию, когда евреи должны были наоборот массово, каждого, у каждого, как бы с группой своей, со своей семьей обязаны были принести жертвы отношения вне системы, вне централизованной системы. Понятно, что тогда ее не было, но это мы видим, что это было достаточно распространено. И интересно отметить, что вот эта централизованная система, вообще Мишкан, это не просто место, где происходили какие-то процессы, это место, где Всевышний пребывал, место, где это отображение духовных миров, механизмов, устройства духовных миров, и соответственно не может с этого момента еврей вне храма, вне системы храма, когда был храм или Мишкан, он не мог отделить себя. То есть здесь происходит ситуация, когда еврейский народ, он формируется как одно целое, не как то, что у человека что-то произошло, он индивидуум, он отдельно, и как было в ситуации, когда наши праотцы были, их было немного, они были Авраам, Ицхак, Яков, они тоже приносили определенные жертвы, их было немного, это все было индивидуально. В нашем случае уже народ сформирован, уже народ вышел из Египта, показал всему миру, что он служит только Всевышнему, и соответственно даже вот этим намеком, что они могут это сделать вне храма, они могли показать и другим народам, и себе в первую очередь, или ввести в заблуждение, что они поклоняются как бы кому-то другому, а это невозможно. То есть система устройства Мишкана и храма, это было отражение духовных миров, это было принятие евреями, особой работы по исправлению мира, и соответственно все это должно быть централизовано, и в сегодняшних реалиях, мы знаем, у нас есть традиция, когда у нас нет храма, мы молимся вместе, как община, как минимум 10 евреев должно собраться, мужчины обязаны молиться в Миньяне, это не обязательно должно быть синагога, должно быть место достаточно чистое, то есть пригодное для молитвы, есть определенные законы, но эта традиция, она у нас тянется до сегодняшнего дня, что один, с одной стороны, если у человека что-то произошло, или он ошибся, или он радуется, то как бы сам Корбанджи, это приношение, оно призвано, призвано приблизить человека ко Всевышнему, соответственно суд и рассмотрение этого человека как индивидуум намного строже, а с момента, когда мы уже сформировались, как единое целое, как еврейский народ, как у нас появился Мишкан и храм, когда он был, соответственно у каждого была своя определенная роль в реализации этой духовной работы, в исправлении мира, и не мог еврей просто так взять и выйти на улицу, это потому что он как бы себя бы выделял из общины, и как бы на него бы взор был бы намного строже, соответственно традиция, которая у нас есть молиться в Миньяне, мы знаем, что среди десяти и более евреев люди абсолютно бывают разные, и соответственно смотрят на нас с небес тоже по-другому, взвешиваются достоинства, взвешиваются перспективы, смотрятся и вещи другие и так далее, и соответственно взгляд с небес он может перевесить в лучшую сторону, но если у человека есть какие-то преимущества, они могут, как говорится, вытянуть другого, или наоборот, если у кого-то есть какие-то проблемы, то эти проблемы могут вытянуться благодаря другому еврею, и мы сами того не зная, будучи, когда мы молимся в Миньяне, мы это сегодня отображаем, показываем, что мы, и Миньян это как община, Миньян это как минимум десять евреев, то есть цельность, объединенность, то, чего нам не хватает для исправления этого мира, это единство, объединение, общности, как еврейского народа в целом, как одно сердце, как один человек, как мы получили тур, также вот этот вот механизм, что более того, если человек тогда приносил эту жертву, он отсекался ни много ни мало от своего народа, то есть у него было наказание коры, то есть вплоть до того, что написано здесь, то, что я читал, что это кровопролитие, пустой кровопролитие, то есть это настолько строго, что человек, он еврей, он себя как бы отрывает от народа, то есть нет понятия индивидуализма, есть понятие еврейский народ, есть понятие индивидуальность у еврея, но эта индивидуальность, она в обществе, индивидуальность вокруг всего народа, то есть каждый еврей, он ответственен друг за другого еврея, за себя и друг за друга, каждый еврей, они как бы связаны друг с другом, и поэтому вот этот интересный момент нам раскрывает, еще больше объясняет нам, почему мы должны стараться молиться в общине, в Миньяне, есть определенные, конечно же, ситуации, когда можно молиться еврею без Миньяна, без общины, это в дорогу он выходит, или в крайних случаях, то есть есть определенные законы, которые, конечно же, в нашей повседневной жизни, они обустраивают нашу жизнь, обустраивают те или иные ситуации, но общность на еврея, который как бы отделяет себя от общины, он себя подставляет под взор небес, он подставляет себя под еще большее рассмотрение его, так скажем, дела, и мне хотелось пожелать всем нам, чтобы в рамках, как говорится, нашей онлайн-общины, в рамках нашей общины Хаврисхайм, каждый из нас вкладывал себя, не забывал, что он является частью еврейского народа, частью, как минимум, какого-то вот такого доброго, хорошего объединения, и, конечно же, очень важно заботиться о других евреях, переживать, сопереживать за дело Всевышнего, и, конечно же, серьезно молиться, делать как можно больше добрых дел, и, конечно же, учить, распространять ТОРУ. Хотелось пожелать всем нам хорошей недели, и, надеюсь, этот обзор, он будет достаточно полезен нам, тем уже, кто слышал эти недельные главы, и те, кто еще временно живут за границей, тоже, которые будут читать только на этой неделе, эти две недельные главы. Хорошей недели, и при всем при этом, конечно же, шабад шоу. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok